В администрации Амурского района на днях прошел круглый стол, за которым остро обсуждался вопрос о заброшенных домах в нашем городе и районе. Подробности в нашем следующем сюжете. На сегодняшний день очень остро стоит вопрос о заброшенных домах в Амурске. Дело в том, что помимо возникновения опасности для детей, ведь они так любят играть в заброшенных домах, данная проблема очень влияет и на облик нашего города. На сегодняшний день мы собрали информацию по всем поселениям нашего района, сколько у нас таких домов, каких поселений вообще пустуют, квартир. В Амурске у нас по данным 15 таких домов, в Альбане 19, в Болоне 9, в Вознесенском 6 квартир брошено, в Подаринском поселении 4 квартиры, в Санбале 1 дом и 3 квартиры, в селе Омми 7 домов, в Литовках, вот цифра такая большая, 157 домов, и у нас в Ачане 3, единственное поселение, в котором у нас нет брошенного жилья, это село Джунгер. Что на сегодняшний день с ними делать, это большой вопрос. Состояние таких домов практически непригодно для проживания, нет ни электричества, ни газа, ни воды, ни окон, ни дверей, но там до сих пор у нас остаются прописанными люди, собственники жилых помещений, так и те, которые получили в свое время жилье по договору социального найма. Они там не проживают, не тратятся на содержание жилья, но и не выписываются. Содержание таких домов тоже управляющими компаниями осуществляется, так как у них, в принципе, за это содержание никто не платит, так скажем. По российским законам правособственность неприкосновенна, и никто не может лишить свое имущество, как по решению суда. Нанимателей тоже нельзя выселить без предоставления гробового жилья или без их личных заявлений. Несмотря на то, что по жилищному кодексу собственных жилого помещения обязаны его поддерживать в ближайшем состоянии, не допуская бесхозное обращение с ним, внести расходы на содержание. Значит, администрации городского поселения проведена немалая работа за эти годы по снятию с регистрационного учета через суд дашь, на который оставил жилье без приспособления, не ремонтировать его и не платят за жилье экономические услуги. Ну а направленные иски расторжения договора социального найма и продажи с публичных торгов вот этого же жилых этих помещений, в связи с длительным непроживанием рассмотрены судом, однако положительного решения по таким спискам нет. Дискуссия о проблемных домах шла оживлённо, звучало много предложений и почти всегда возникало «но». Например, возник такой вопрос – отремонтировать эти дома или легче их снести и отстроить новые. Но чтобы их отстроить, необходимо привлечь инвесторов, что не так-то просто. Также было внесено предложение отдать это жильё очередникам, и опять возникло это «но». Например, специализированный жилой фонд коммерческого назначения района, у нас имеет право жильё получить только категории работников федеральных и краевых учреждений. То есть это у нас медицина, это у нас правоохранительные органы, то есть не такой большой у нас коммерческий фонд. Ладно, если бы у нас было 100-200 квартир, мы могли действительно предоставлять кому угодно. А учитывая ограниченность квартир, то здесь у нас приоритет и всё-таки лежим в социальный. Если сделать приоритет для работников федеральных и краевых учреждений в социальной сфере, то крупные инвесторы, крупные предприятия, которые заинтересованы в привлечении категории, специалистов определенной категории, могут и помочь городскому поселению сделать ремонт этой квартиры. В принципе, вы по этому направлению идёте. Здесь есть, конечно, юридические лица, выявил очень, да. Вот, выявил больницы, да, и полиметалл, я знаю, делают ремонты для привлекаемых специалистов. То есть если установить эту градацию и первоочерёдность именно категории данных граждан, то здесь есть возможность подключить к крупных инвесторам для ремонта этих квартир. Пока к единому решению проблемы с брошенными домами представители районной и городской администрации не пришли. Вопрос остаётся открытым, но он на особом внимании у наших властей.